Человек всегда мечтал о небе, но только благодаря ученым и инженерам эта мечта стала реальностью. Это произошло чуть больше века назад. Первым планером в Российской империи принято считать изобретение Александра Федоровича Можайского. В 1885 году, за 18 лет до полета братьев Райт, его планер, оборудованный двумя паровыми двигателями, осуществил попытку полета. Но двигатели оказались слишком тяжелыми, и их мощности не хватило, чтобы планер взлетел. Не хватало также и знаний о физических основах полета. Все изменилось в 1904 году. Ученый-механик Николай Егорович Жуковский был прекрасным математиком. Изучая полет птиц, он сформулировал теорему, объясняющую возникновение подъемной силы в полете. Расчеты Жуковского объясняли, какой формы должно быть крыло планера, чтобы он взлетел, и какие силы при этом действуют на него. В один миг магия, поднимавшая птиц в небо, разрушилась, и на ее месте возникла новая наука — аэродинамика. Одним из первых новые знания на практике стал использовать Игорь Иванович Сикорский, великий русский авиаконструктор и изобретатель. В 1909 году он представил аппарат С-2 — прообраз будущих вертолетов. Под его руководством был построен первый в мире четырехмоторный самолет — русский «Витязь», давший начало тяжелой авиации. Он был самым большим самолетом того времени. На его базе был построен первый в мире стратегический бомбардировщик Илья Муромец и пассажирская версия самолета с отоплением, электрическим освещением, спальной комнатой и туалетом. В 1917 году, во время Октябрьской революции, из-за дружбы с царем Сикорский был вынужден бежать в США, где в итоге продолжил работу. В 1931 году он получил патент на изобретение первого в мире вертолета, а спустя еще 11 лет первый серийный вертолет поднялся в воздух. Сегодня в мире насчитывается больше 56 тысяч вертолетов. Другой великий советский авиаконструктор Андрей Николаевич Туполев в 1925 году создал первый в мире цельнометаллический бомбардировщик — ТБ-1. Самолет был настолько большим и прочным, что использовался в качестве летающего аэродрома. На его крылья крепили два небольших истребителя с сидящими в них пилотами, которые в случае необходимости защищали бомбардировщик от вражеских атак. 31 декабря 1968 года в воздух поднялся самый амбициозный проект его конструкторского бюро — первый в мире сверхзвуковой пассажирский лайнер Ту-144. За всю историю авиации было создано только два самолета, способных перевозить пассажиров на скорости до 2500 км в час. Представьте, что за один час вы можете долететь из Москвы до Парижа, а за три часа — до Нью-Йорка. Но абсолютным рекордсменом по скорости среди отечественных самолетов является МиГ-25. Его скорость достигает 3500 км в час. В 1988 году в рамках советской космической программы «Буран» в единственном экземпляре был создан другой суперрекордсмен — Ан-225 «Мрия» — самый большой и грузоподъемный самолет за всю историю мировой авиации. В 2009 году он перевез груз весом 254 тонны. История отечественной авиации знает и совсем необычные аппараты. В 1987 году первый полет совершил ударный ракетоносец «Лунь». Это был представитель совершенно нового класса летательных аппаратов — «Экраноплан». Во время полета над гладкой поверхностью «Экраноплан» формирует под собой воздушную подушку, поддерживающую его в воздухе. Благодаря этому при весе свыше 240 тонн «Лунь» мог передвигаться со скоростью до 550 км в час. В 2020 году военно-космические войска России получили первый серийный экземпляр истребителя пятого поколения Т-50 или Су-57, который является одним из самых технологичных и засекреченных самолетов на сегодняшний день. Каждый самолет — это чья-то воплотившаяся мечта. А у вас она есть? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok